Здравствуйте! В России продолжается обсуждение предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Тема неожиданная и вызвала много споров. Сегодня у нас в гостях психолог Кристина Фролова. Здравствуйте, Кристина! Тема действительно неожиданная, но в то же время достаточно актуальная. Ее обсуждают и экономисты, и юристы, и социологи, и психологи. Почему именно психологи? Почему мы пришли пригласить вас? Но с точки зрения экономики все понятно. Люди говорят, что четыре дня мы будем всего работать, соответственно, наверняка работодатели это специально придумали, чтобы меньше платить зарплаты. Социологи говорят, что это замечательно, у людей появится больше свободного времени, который они могут отдавать семье, хобби своему творческому внутреннему развитию. Потому что мы уже забыли об этом, что человек должен развиваться, духовно, душевно развиваться. То есть люди работают на трех работах и уже превратились просто в биороботов. Вот с точки зрения психологии, психологов, четыре дня работать, три дня отдыхать. Это хорошо или плохо с точки зрения самочувствия, психического человека? Смотрите, у меня нет однозначного правильного ответа на этот вопрос. Потому что, если действительно мы рассматриваем вариант, что эти три дня выходных человек отдыхает, он не тревожится по поводу того, где бы ему еще подзаработать для того, чтобы выжить. Да, потому что это слишком напоминает сокращенную рабочую неделю. Да, и если он действительно проводит эти дни расслабленно или просто занимается тем, что ему нравится, это прекрасно. Конечно, если за эти четыре дня ему будут платить не меньше, чем за пять дней, а может даже и больше. Если помечтает в таком развитом экономическом в том числе, то все замечательно, да? Это, безусловно, идет ему на пользу на здоровье, как психическое, так и физиологическое здоровье. Но если все же мы рассматриваем ситуацию, что вдруг будут платить меньше, тогда люди будут продолжать жить, возможно, даже в наибольшем стрессе. Да, где же еще взять денег для того, чтобы вообще выживать? Не говоря уже об отдыхе, да, и где взять денег на то, чтобы сходить в кино, там, расслабиться, или выехать на природу, а просто каких-то вот таких базовых своих потребностях. Поэтому здесь такой вот спорный вопрос. Кристина, а вот есть выражение «моральное, эмоциональное выгорание», да, «выгорание», ну, оно имеет под собой какую-то почву, да? Ну, вот давайте разъясним, что это такое? Безусловно, смотрите, вообще он называется «синдром эмоционального выгорания», да, это про то, когда длительное время, да, на человека воздействует определенный стресс, да, и, ну, в качестве этого стресса также может быть усталость от работы, да. И первоначально вообще этот термин был связан именно с рабочей деятельностью человека. Это сейчас он уже переходит в какие-то другие сферы. И это действительно про то, когда человек очень много отдает и получает недостаточно, да, при том, что он действительно затрачивает свои ресурсы, как эмоциональные, так и физические, да, свое время. И когда он не получает достаточно взамен, ну, в качестве той же заработной платы и недостаточно отдыхает для того, чтобы его организм восстанавливался, да, то он начинает эмоционально выгорать. А это апатия, это раздражительность. Оттого, к сожалению, мы видим очень много людей, которые на работе, особенно в сфере «человек-человек» ведут себя не очень доброжелательно к людям. Хотя казалось бы… То есть раздраженные часто срываются, да? Да, и это действительно может быть обусловлено тем, что просто человеку не хватает отдыха, а иногда он действительно настолько вкладывается в свою работу, и может быть, он даже ее любил и любит, но ему просто нет времени на качественный отдых. Ну, кстати, это действительно актуальная проблема не только для нас. Трудоголики есть и в Америке, и в Европе. Это проблема, о которой говорят давно, то есть что люди все свое свободное время, не только рабочее, а свободное время посвящают работе, практически не отдыхают, погружены в этом полностью и просто-напросто доводят себя психически, морально, физически до полного истощения. А вот есть какие-то критерии? Вот сейчас у нас 8-часовой рабочий день, да? А вот сколько человек должен работать, сколько отдыхать? Есть какие-то показатели вот такие вот четкие или нет? Ну, знаете, каких-то прям нормативов идеальных нет для человека. И я здесь больше за то, что каждый из нас индивидуален, да, у каждого свой тип нервной системы, и в связи с этим вообще, ну, может выстраиваться такой индивидуальный стиль деятельности, да, сколько мне нужно работать, сколько отдыхать, сколько мне нужно времени на то, чтобы переключиться с работы на отдых и так далее. Здесь, ну, вообще, если уж говорить о мечтах, то, да, мы приходим к картинке, например, более гибкого графика в наше время. Конечно, это было бы здорово, да. И вот это действительно было бы на пользу человеку. И плюс к тому, что он не просто будет там работать сколько хочет и отдыхать сколько хочет. Здесь вообще-то вопрос возникает еще... Смена, видимо, да, деятельности, опять же, да, то есть там... Смена деятельности, да. И вообще вопрос того, что, ну, человек тогда берет на себе больше ответственности за то, как он организует свою работу. Ну, и качественнее надо, да, то есть качественнее и будет больше выдавать на горах. Да, то есть он не просто там отсиживает свои 8 часов, да, ждет. Четыре, да, пошел на другую, он сменил свою... Да, да, да. И тогда, и... Да, вот это, кстати, интереснее, гораздо интереснее это предложение. И качество, и производительность труда, она будет расти, когда человек действительно будет брать ответственность за свою работу, ее качественно выполнять и получать за это, ну, там, достойную какую-то зарплату. Вот, ну, это действительно, мне кажется. Да, ну, и много же, допустим, творческих профессий, да, там же люди по-разному тоже работают. Вот где-то 4, другой, там, по 12 часов, я имею в виду, там, актеры, музыканты, там, писатели, там, ну, и те же журналисты, там, и так далее, и тому подобное. Это понятно. А вот какие-то, может быть, советы мы можем дать для людей, которые, ну, вот все равно сейчас... Бывают такие ситуации, когда хочет человек, не хочет, но ему необходимо много работать, да? Вот как-то расслабляться, кроме алкоголя, табака, там, я не знаю, чего еще, то есть, там, которые, может быть, и помогают быстро расслабиться, но приносят колоссальный вред физически, духовно. Да, ну, вообще алкоголь — это большой миф. Ну, да, он помогает расслабиться очень быстро, но организму, опять же, требуется очень много сил на восстановление после этого. И это снова про то, что организм устает, поэтому рекомендации, если о них говорить, то это действительно позаботиться о своем качестве отдыха, это, безусловно, сменять деятельность. Если это физический труд, то вам действительно полезно будет просто полежать, там, не знаю, на диване с книжкой, да, или, ну, даже телевизор тот же посмотреть. Да, если все-таки это работа интеллектуального труда больше, то здесь, там, не знаю, танцы, прогулка в парке, да. Вот, кстати, природа, свежий воздух — это то, что, к сожалению, современный человек тоже сильно упускает, но это очень полезно для здоровья в любом случае, для физики тоже. Да, он упускает, может быть, не по своей, опять же, причине, он бы хотел, может быть, побольше, почаще находиться с семьей, опять же, на свежем воздухе. Возможно, только вот если мы начнем просто обращать на это внимание и перестанем просто жаловаться на то, что нам не хватает на это времени, а все-таки осознанно выделять графики. Кстати, да, вот это возможно, потому что, ну, многие считают, что какой бы ни был жесткий график, можно находить время. Вот как вот вы тоже посоветуете, может, как психолог, это возможно, на самом деле, как, не знаю, планировать как-то, может быть? Вообще, да, конечно, возможно. И, ну, если там к тайм-менеджменту прибегать, то, конечно, можно очень тщательно расписывать, знаете, рекомендую даже вплоть до минуты расписать свой график, и вы увидите, что иногда, если немного поменять местами какие-то вещи, вы можете выделить себе час на то, чтобы отдохнуть там даже в рабочем графике. Ну, а если выходные тоже систематизировать так, то тоже, безусловно, найдется время не только на уборку, готовку и так далее, да, на то, чтобы качественно провести время, может быть, с семьей. Это будет более интересное препровождение, чем, ну, просто как-то обычно провести его дома. То есть это, на самом деле, вопрос уже каждого человека за то, что он позаботился о себе и, на самом деле, сделал свой отдых более качественным для себя и обязательно менял деятельность, потому что, опять же, кто сидит за компьютером целый день, приходит домой, смотрит какие-то сериалы, это не работает на разгрузку по психике совершенно. И на нашем физическом надо поплавать в бассейне, погулять. Для него идеально это именно физическая какая-то, может быть, легкая нагрузка. То есть важно менять свою деятельность, чтобы психика разгружалась. И, ну, так она вообще-то еще и развивается, когда мы немножко разные стимулы не даем. Конечно, чтобы человек был гармонично развит, о чем мы и говорили, да, то есть там нет здорового тела, здорового духа. Ну, здесь еще одна проблема, конечно, мы ее не будем сейчас касаться, национально, да, то есть вот если мы перейдем на четырехдневную рабочую неделю, три дня для нашей культуры это вообще рискованно, потому что, вы знаете, новогодние праздники у нас, к сожалению, там, я скажу, большая часть населения не очень здорово и полезно его проводит, то есть в алкогольных, так сказать. Вот опять вопрос о качестве отдыха. Здесь, видимо, нужно все-таки какие-то воспитательные, какие-то разъяснительные, просветительные какие-то вещи, да, то есть подготовить, потому что дать себе человеку три дня отдыха, не все потратят его с пользой, то есть провести время с семьей или там что-то для дома сделать, там, не знаю, наконец-то ремонт сделать или там съездить к родителям. Я думаю, что вот это все в комплексе должно решаться, правильно? Да, безусловно. То есть мне кажется, просто современного человека, вот неважно, сколько ему лет, где он работает, его надо научить отдыхать и понимать, что здесь ответственность лежит только на нем, ни на государстве, ни на работодателе. Это правда живо. Кристина, ну вот на этой оптимистической ноте мы закончим. Большое спасибо вам за вашу работу. До здоровья. И за беседу. До новых встреч. Я напоминаю, что у нас в гостях была психолог Кристина Фролова. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok